Здравствуйте! Добро пожаловать на пятую неделю курса лекции по C++. На этой неделе мы обсудим перегрузку операторов, статические методы и функции, а также некоторые другие возможности C++. Начнем с перегрузки операторов. Перегрузка операторов позволяет определять поведение встроенных операторов для объектов пользовательских классов. Например, можно определить класс, реализующий целое число произвольной длины. Таким образом, что для него будут работать встроенные операторы, и арифметические выражения с использованием длинных чисел можно будет записывать таким же образом, как это делается для встроенных числовых типов. Для того, чтобы разобраться, как и зачем перегружать операторы, давайте разберемся с тем, какие операторы есть в C++. Начнем с самых простых и естественных операторов, арифметических операторов. Арифметические операторы можно разбить на две группы. Это унарные операторы и бинарные операторы. Унарные операторы принимают один документ, бинарные — два. Унарные операторы, в свою очередь, можно разбить на префиксные и постфиксные. Префиксные операторы — те, которые указываются перед переменной, а постфиксные — после. Пусть есть некоторая переменная целого типа Например, int a равно 10 Префиксные операторы, это, например, если я напишу a равняется минус a То в правой части данного выражения я применю к переменной a Префиксный унарный оператор минус Аналогично в c++ присутствует симметричный оператор плюс То есть он редко когда нужен, добавлен в основном для красоты Кроме этого, существуют префиксные операторы инкремента и декремента А также посвиксные операторы инкремента и декремента Эти операторы позволяют увеличивать и уменьшать значение переменных Но делайте немножко по-разному Я уже про это рассказывал, давайте вспомним Если я заведу другую переменную, некоторую, int b И напишу int b равняется плюс плюс a То в данном случае сначала произойдет инкремент переменной А после значения этой переменной после инкремента Будет присвоена переменная b Таким образом, b будет принциализирована значением Минус 9 Ну, a сначала был 10, после этого стало минус 10 Если прибавить 1, получится минус 9 Поствиксный инкремент будет работать немножко по-другому Если я после этого присвою b значение a После поствиксного инкремента То что произойдет? Мы сначала вернем значение этого выражения, а после изменим значение переменной a То есть b будет присвоено старое значение переменной То есть снова b будет присвоено значение минус 9 В то время как a сменит значение на минус 8 Значит, префиксный инкремент отличается от поствиксного Тем, что префиксный сначала изменяет значение переменной И потом возвращает ее значение А поствиксный делает наоборот Он сначала возвращает значение, а потом изменяет перемен Бинарные операторы арифметические достаточно естественные Это плюс-минус умножить, поделить И взять остатка по модулю И для каждого бинарного арифметического оператора Есть еще сокращенная версия Например, a плюс равняется 10 Будет означать a равняется a плюс 10 Ну и, соответственно, например, a процент равно 10 Будет означать взятие остатка по модулю 10 То есть a равняется a по модулю 10 Другая категория операторов это битовые операторы Это операторы определенные для целых чисел Которые работают с ними как с битыми строками Есть только один унарный битовый оператор Это оператор по битовому отрицанию Например, если число в бинарном представлении Выглядит как-то так То после применения к нему унарного префиксного оператора отрицания Мы получим число, в котором все единички будут заменены на нолики А нолики на единички Кроме этого, есть операции бинарного и, или исключающего, или то, что называется экзор И их сокращенные версии аналогично сокращенной версии для арифметических операторов Кроме этого, есть два оператора сдвига Сдвиг левый и сдвиг вправо Ну, например, если это число сдвинуть вправо на 2 То мы получим число, соответственно, 0, 0, 1, 0, 1, 0 То есть два разряда, которые были справа, они уедут в никуда Ну, наоборот, если мы сдвинем влево То новые появившиеся разряды заполнимся нулями Не будем подробно этом останавливаться Про битовые операции мы почти не говорили Обычно использование битовых операций нужно, когда идет какое-то низковровневое программирование Когда мы пишем программы на более высоком уровне Мы всегда можем избежать использования битовых операций Изменить их на какие-то более естественные и более информативные методы или типы данных Значит, еще один класс операторов Это логический оператор Это операторы, которые применяются к значениям типа bool Есть унарный оператор Это оператор отрицания Например, если у нас есть переменная bool c равняется true То не c это false Есть операторы бинарного и и или Значит, это логическое и логическое или Они отличаются от операторов битовых Потому что предназначены для логического типа А не для слочисленного типа Почему здесь нет исключающего или, спросите вы А я на это отвечу, что исключающий или можно задать при помощи операции неравно То есть, если x, y это значение логического типа То x, xor, y в действительности эквивалентна x не равно y Для значения типа bool эти две записи эквивалентны Но оператора xor нету как такового логического в c++ Поэтому вместо него можно использовать оператор неравно Последний тип операторов, который я записал в группу логических Это те операторы, которые возвращают значения логического типа Это операторы сравнения Это сравнение на равенство, сравнение на неравенство Больше, меньше, больше либо равно, меньше либо равно Все эти операторы могут принимать значения разных типов Но при этом всегда возвращают в качестве своего результата Значения логического типа Продолжение следует...